Сегодня в Новосибирске открыли седьмой международный форум Технопром. В этом году заявились больше 8 тысяч участников. Центральная тема – наука новой эры, технологии и трансформации. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Баев. В первый же день работы Технопром 2019 поставил своеобразный рекорд. Еще не было ни одного международного форума в России, который бы открывали в столь ранний час. Торжественный старт форуму дали в 8.30 утра. Но несмотря на это в Новосибирск-экспоцентре сотни участников и гостей. За три дня площадки форума планируют посетить тысячи человек. Очень приятно, что с каждым годом интерес к нашему форуму растет. У нас идет онлайн-регистрация. И вот мне доложили, что уже более 8,5 тысяч участников зарегистрированы. Для справки это в пять раз больше, чем было участников на первом Технопроме. Поэтому это очень важно, это очень приятно. Наука новой эры технологии трансформации. Такова центральная тема пленарного заседания форума. Участники дискуссии обсуждают роль цифровых технологий в ускорении процессов трансформации, результатов фундаментальной науки в жизнь. Проще говоря, тот самый треугольник Лаврентьева в действии. Мы участвуем во многих разработках по изменению законодательства. Наверное, есть все предпосылки для перехода от инноваций разработок к внедрению и развитию. Я думаю, что каждый участник форума и все мы готовы к технологиям трансформации, которые сегодня и будем обсуждать. Почти 100 мероприятий разных форматов, 500 экспертов самого высокого уровня, иностранные делегации из Белоруссии, Казахстана, Китая и Малайзии. Это лишь часть деловой программы форума. Как отмечают на федеральном уровне, Технопром выгодно отличается своей уникальностью от многих других форумов в России. Здесь созданы все условия для того, чтобы объединить науку, образование и производство, внедрение тех научных разработок, которые есть. То есть на этом форуме, то, что я вижу, он уже седьмой по счету, очень много реальных, интересных проектов, причем не просто научных разработок, а те, которые нужно брать и внедрять. Те же системы умного города и так далее. Одной из основных площадок Технопрома является сибирская венчурная ярмарка. По сути, это презентация стартапов молодых инновационных компаний. По словам организаторов форума, многие победители ярмарки уже активно внедряют свои разработки по всему миру. Конкретный пример. В прошлом году новосибирская компания iVoices выиграла конкурс венчурной ярмарке сибирской, которая традиционно проходит в рамках Технопрома, получила первый приз, а в этом году уже представила свою разработку, которая будет в ходе пленарного заседания роботизированная интеллектуальная система Даша общаться с участниками пленарного заседания. В первый день форума также прошло заседание рабочей группы Госсовета России по направлению образования и наука, которую возглавляет губернатор нашего региона Андрей Травников. Один из основных вопросов круглого стола – создание научно-образовательных центров мирового уровня. В Новосибирской области планируют реализовать как минимум два подобных центра – мультидисциплинарный и медицинский. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новость ОТС.